ща подсоединяемся к веронике степановой тихо васила хуевает с вероники степановой поехали какие ошибки сука вернись прошлое почини себе звук васил сколько можно почему все твои хайлайты с хуёвым звуком как бы ладно поехали я просто но и девушку сейчас унижать будет я пытаюсь уже заступиться в психотерапевтическом процессе не делала допускала или совершал привет ужасающий ничто лучше звучит и со своими пациентами или клиентами я думаю это видео будет полезно особенно для начинающих психологов и возможно можно будет сделать целую рубрику таких видео потому что кладбище у меня большой ребят север любого хирурга и когда ко мне приходят студенты а здесь дело не в микрофоне ужасающие ничто он просто не смог настроить звук хорошо вам на видео ну да ладно похуй васил не трогай веронику эти честно говорю не трогай веронику вот-вот не трогай вероник у каждого психолога как и у каждого хирурга могут быть свои побочные эффекты так вот про побочные эффекты психотерапия вероники степан здорово старик маг до анальников смотрим тема жора значит был такой мальчик тогда я была молодым психологом и мне был мальчик не жора георгий уважительно обращайся к пациентам юг ты бля называть не буду говорить цель конфиденциальности его настоящий ты чё ты ускорил веронику степанову васил васил не охуевает васил уже охуел как бы здесь неправильно русский язык употребляется у них он охуел не видосов там на немного друзья так что давайте заказывайте не забывайте заказывать видео потому что мы еще скоро закончим ты как относится к моей девушке как хочет так и говорит васил чуть-чуть как не относится культурно говоря обращайся госпожа вероника мне не очень нравится ваш подход вот вот это вот вот то что можете позволить сейчас прям сделать психотерапевты называть своих клиентов бывших клиентов задротами блять ты еще по указывай она знает что делает она профессионал это она продолжает терапевтической в общем-то медитации понимаешь ты не шаришь везде у меня был бы была клиентка жирная мразь блять ебучая ебучая свинья блять ошибка у меня была там в том что я неправильно блять назнать пиздец не был клиент мальчик жора задрот ебаными рот его ебать просто не одобряем унижение моей девушки вероники степановой был похож чем-то на мавроди на чем-то похож на мавроди короче представляете да то есть какие-то кудри вот эти очки это не обязательно это отлично все дательно описывать это не имеет какая разница как он выглядел зачем ты самоутверждаешься за счет своих бывших клиентов че он тебе плохого сделал нахуя ты что не вообще не было никаких бывших клиентов привет алекс вандал друзья заказаны видео потому что мы сейчас будем васила быстро выносить ибо он на мою девушку наезжает какое-то отношение имеет к твоим ошибкам слушайте я конечно не псих терапевт я никогда не был блять все что не понимаешь о чем говоришь васил все хорошо терапевтом и не буду но ёб твоя мать не кажется ли вам что ошибка псих терапевта это так ёбать относиться к своим даже бывшим клиент к хочет так и относится ее право ее выбор она его просто чморит она еще не рассказала в чем его в чем чему проблема блять состояла она уже его были по моим и нахуй окатила основных протерты какой-то футболки которые захотела я катилась не будут претензии пусть будет разбираться со мной понятно васил какая разница большая что он был одет большая разница во что он был одет по одежде можно определить психическое сцене человека понял твою мать понял очень как большинство программистов он вел чрезвычайно а такой вот жадный образ жизни анальника это же анальники программистов что ты смеешься ты тоже анальник программисты анальники еще христиане анальники как бы тут сложная система с анальниками ты не понимаешь ёб твою мать вероника ебать какие нахуй программисты анальники они двоичным кодом в общем то это как называется двоичным кодом в общем сжимают и разжимают в общем очка бывает два состояния сжата и разжата это 0 и 1 получается отсюда программирование двоичное исчисление ты ничего не понимаешь васил ты не шаришь блин я с вероникой встречаюсь вандал что ты хочешь я не подсос я защищаю свою даму сердце сука программисты анальники звучит как название монстров программисты анальников епископов анальников еще можно притянуть не мы все помирились вчера я вчера и вроде бросила потом внезапно мы как бы помирились помирились как стримеры настолько был аскетичным что он кушал лапшу доширак а что он был девственником в 30 лет в жизни не происходило ровным счетом вообще ничего то есть вот такая ужасная какая-то нищая жизнь при том что работал в очень известной хорошей компании до иностранной они очень хорошо платили то есть банки в банковские счета у него были пополнены очень хорошо за эти 10 лет и я им придумал когда я жила в санкт-петербурге я ему придумала я бы ты знаешь давай поступим так все наши сеансы будут так может мне надо клиенту жорик обращаться если ему 30 лет как хочет так и обращается ты кто вообще не ты кому указываешь что указываешь профессионалу как хочет так и обращается васил запомни все нормально моя девушка может делать все что захочет с жориком но не все конечно но говоря называть она может его как угодно и случайно то что взрослому мужику блять говорила слышишь жорик блять проходить в самых дорогих ресторанах то есть амниут чего блять удалось ему внушить что он может на этом сегодня завтра умереть так и не почувствовать не почувствовав эту жизнь так и не покушав нормальной еды не поносив красивой одежды не занят вообще это конечно ну а ты нет ну конечно это хуйня сейчас рассказала вероникой но мы его поддерживаем полностью продерживаем она молодец это вопрос в общем-то ко всем психологам ко всем психотерапевтам а почему вы свои представления о хорошей жизни экстраполируйте на других людей вот есть люди которым много от жизни не надо ну и это как бы ну я не говорю сейчас нормально это не на васил покажи лучше собаку или кота слушай собаку или кота покажи вот то что рассуждаешь это никому не интересно против вероники степановой ты не попрешь как бы ты можешь в лучшем случае показывать там собаку кота на плечи себе посадить его так вот прыгать такой я стример я стример типа все такое ну вот это твой уровень сейчас против вероники степановой не попрешь понимаешь вероника степанова это высший уровень психологии она учила петра звонова и люди по факту есть и я даже слитно готов написать слово петра звонов петра звонова она научила кто сказал что их концепция правильной жизни она менее правильной психологи сказали психоаналитики сказали вероника степанова который является специалистом данной области сказала так чем а кто ты собачники кошатник все может может ну для него нормально он не видит ценности в ресторанах блять теперь увидит и станет здоровым психически человеком спасибо вероника что вылечила жорика дорогих может быть его нормально есть душ душик и быть девственником кто тебе ёбаная ты мразь что блять что ты сказал что ты сказал на мою веронику псина ты вообще больной что сказал что твоя концепция блага была правильная чем ел просто а ахуел он охуел так он не занялся сексом с красивыми девочками то есть так он не покатался на красивой машине ничего твоей задротской вонючий все вероника правильно делает все правильно я согласен программиста за юбка мать задротская вонючая жизнь хорошо вам молчи васил ты не сможешь справиться с ней у священников до или у буддийских монахов у них тоже задротская жизнь вонючая да да вонючая задротская жизнь монахов до отшельников да и пиздец полная да полная согласен по их жизнь это полный пиздец но ты не трогай пожалуйста веронику степанова потрясающую лучше собачку позови и покажи людям вот это твой уровень сейчас рядом с таким специалистом большим ну ну я не знаю это может быть это типа байт может быть она так людей типа зрители провоцируют блять это конечно пиздец охуенная психотерапия когда врач он она знает что делает это шоковая психотерапия она продолжает издалека еще лечить жорика ты просто не понимаешь васил она продолжает проводить терапию а жорик сейчас счастливый счастливый молодой человек и его зовут теперь не жорика александр и он не программист а стример приори относится и он согласен все что она говорит своему как человеку который ведет задротскую вонючую жизнь еще просто пиздец еще врача в голове есть свое откуда-то блять с потолка снизу я взятое представление о том как люди должны жизнь жить и все есть и есть у тебя тоже есть мнение о том отказку из потолка какого-то там взялась из библии мнение о том как человек должен жить ничего такого вот и все вот и все куда который может быть не видит в этом ничего плохого до свои ебаные представлены да 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 и бассейн дорогих респасил вообще она молодец нет ты не так не скажешь не скажешь ты так не скажешь хттпс 2 и точи слеш слеш мое почтение райдаблую . чем слешать вы равно подчерки маленьких видео спасибо большое император троян ща будем скоро смотреть все это добро действительно куча маленьких видео намного хватит но мы сейчас разно разносим василя василиуса вот васил конечно по моему охерел друзья я считаю он не должен так обращаться к моей девушке ни в коем случае моей женщине к моей мамочке любимой потрясающей женщине которую я обожаю он не должен так не обращаться он должен обращаться не исключительно на вы исключительно признавая таланты ее заслуги как бы друзья понимаете потому что но то что сейчас происходит никуда не годится на мой взгляд надо как-то сдерживаться сдерживаться все таки главное не единственное единственное для человека быть счастливым единственный более того есть люди которые ебутся направо и налево и которые едят дорогих ресторан это васил полный мудаки конченые не спастите но я не думаю что он скажет своими мудаки конченые ну да ладно васил он тоже понимаешь что тебе не потягаться с моей женщиной она тебя победил он тебя вынесли разнесла на дружбу не способны на любовь не способны и быть они не способны и на любовь ухте тетю 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 как начало ничего не знает что человек ебется и ест дорогих ресторанах не было и не будет вот настолько мне удалось ему это внушить что может быть она правда сейчас скажет что это ошибка была что это было неправильно и я ее зря разъебываю зря разве будешь по-любому просто вот васил смотришь до меня ни в коем случае не смей больше позволять себе вот такое в адрес вероники степановой пиздец ёб твою мать просто пиздец он на тебя сука уже тратит бабки ты психиатр ёбаный психотерапевт точнее он на тебя уже тратит бабки ёбаный в рот ты его учила бабки тратить васил васил ты не прав взорвала и я заставляла его что ему будет что ему будет что ему будет что ему будет ребят вы не представляете что ему будет он больше никогда не сможет говорить слово анус потому что она поступила как на самом деле как вот есть родители которые детей до детям взрослым детям зачастую навязывают свои стандарт и вот а сначала пробуйте от матраса или от кровати они позволяют отпружинивать немного то то есть ну например на этой кровати я раз тридцать смог бы наверное отжаться а с пола раз 10-15 в зависимости от периода тренировки когда это делаю ну то есть не знаю сколько сколько я просто взял стал и начал тренироваться ну закиньте мне бабки на проведение физрастрима я с удовольствием проведу физрастрим будем обсуждать физкультуру буду тренить перед вами это не псих радикал это не психиатр психолог психотерапевт до которые детей вот заставляют одеваться так как на друзья от кровати проще кровать пружинит вы можете даже головой дотягиваться и от головы открывать немножко пружинить там проще они там любили от пола сложнее потому что это твердой поверхности там ну 10-15 раз реально в зависимости от того на каком периоде тренировки я нахожусь любят одеваться до которых хотят чтоб дети причем не от периода тренировки даже зависит а вот циклов тренировки на продав на протяжении месяца во всем соответствовали их представлениям хорош просто юра 40 стоя на руках на кровать на кровати вы чего серьезно таких нет нормативов почему так мало это в стойке на руках это вы встаете на руки у стены вот так вот ноги вверх и отжимаетесь 10 раз на это вот так работает 10-15 блять левая баба вас учат одеваться блять хочет и ладно бы она давала советская джор слушай ну вот ты там допустим не вот знаете я думаю что дело не только в технике здесь такое в общем здесь видимо надо большую группу мышц качать я просто реально у меня была хорошая физическая форма в мои 18 лет я просто встал и начал так отжиматься и все и после этого я так довольно часто отжимаюсь это количество это в общем то это для меня обычное дело до сих пор осталось ничего там такого нет примеру жорик от его не бы хотелось бы начать отношения с девушкой а я хер знает сколько я обычными отжиманиями отожмусь да вот ас понимаете когда вы отжимаетесь от пола у вас работает практически вся рука грудь спина часть работы то есть там комплексное упражнение она женщины да там сказал жор но ты меня извини но ты его то как ты сейчас выглядишь если ты будешь есть ты будешь также выглядеть да то мало какая девушка захочет тобой встречаться а вот да вот настоящий психоаналитик васил подсказывает выбирай тогда что тебе как бы важнее тебе важнее девушку найти или ты хочешь ну вот жить своей жизнью как ты сейчас живешь до живя так как ты сейчас живешь у тебя ну вряд ли получится за начать отношения это так могло бы выглядеть как как рекомендация а не категорически да я его научила одеваться сама одеваться научись блять и в халате ёпта сидишь у нее это рубашка ты чё ты как вообще относится к моей женщине м ты чё ты кто вообще такой вкусно пахнуть мы купили кучу парфюмов каких-то кремов или чё это рубашка блять это рубашка то есть он который я каждый день снимаю мы ему накупили то он себе накупил на свои деньги на эротические массажи куда сексуальный эротический массаж ну то есть его научила проституток снимать иными словами сексуальный эротический массаж массаж это проституция если что охуенно охуенный психиатр нет вероника молодец ты не прав он вас научил потреблятству промискуйте ту ой ну все начались свои христианские ценности тут потекли сразу в уши мне коричневым потоком звуков проститута такое и заставил вас кучу бабок потратить не менее ну и хорошо отлично охуенный хороший чонку я не знаю чего он гонит на веронику степанову у него просто рессентимент я думаю из-за того что она успешный психолог а он жалкий стример собакой котом который еще ёбнет там за 100 рублей за 1000 рублей понимаете вот секретные кадры обращения shadow по двойной значит по двойной так по двойной окей посмотрим посмотрим она нормальный психиатр ты просто не понимаешь что она воздействует на психику своего в общем-то клиента с помощью ударных методик психиатрических понимаете это ударные психологические методики друзья это просто к шик и потом его жизнь изменилась он стал совершенно другим человеком и он теперь делает все не так как раньше это ударные методики которые изменили его которые позволили ему жить так как он ходил до этого вот это я понимаю вот это я понимаю конечно вот это я понимаю настоящий профессионал вероника степанова который я бы доверил психику и свою там своих детей и даже к той собаки васила васил просто этого не понимает на мой взгляд там я его отправляла то есть я лепила из него конфетку сверхчеловека мне был с да она слепила из него сверхчеловек интересный математики они очень интересные люди и вот эти сеансы ежедневные сеансы психотерапии у нас проходили я катал машине по городу мы там без конца философствовали и вот мужчин спускали его бабки я заставляла его покупать мне роскошные подарки составляла его покупать это психология ты не шаришь васил ты просто ничего не понимаешь не роскошные подарки ёб твою мать ее ошибка заключалась в том что она получил за это мало денег ёб твою мать психиатр да это я научил ее философия управляла его покупать мне роскошные подарки но и норм ты кто такая ты чё ты чё сосешь блять чтобы а ты чё думаешь что подарки нужно покупать только тем кто сосет васил ты чё ну ты конечно как точек мы девушки обращаешься во первых как бы ну надо и меру знать надо как-то усмирить свою гордыню свою зависть низкую вот этот подлую это христианский и грехи вообще-то васил но ты должен знать наверное что там есть 7 крестьянских грехов и зависть и гордыня как бы входят в число смертных грехов ты только что дважды согрешил на мой взгляд мой взгляд он учитывается наверху что так вот ну и тем более тем более вот она молодец она излечила человека от недугов болезни у него было много денег и подарки блять а роскошные минуты серьезно может быть думаешь что только за это женщина можно подарки дарить вообще людям вот ты когда медоеду подарок дальше он тебе сосет что ли может нет нет или да или нет вот мы не знаем не знаем но вот как то сомнительно я думаю не только подарки по таким вот критериям дарит васил не только не только он не искупит они искупит то что он сказал в этом видео такое можно искупить только кровью и за носом она молодец горнолыжные экипировки можно покататься на лыжах здоровый образ жизни хорошо отлично мне нравится у меня как раз бакалавриат по лыжным видам спорта и я оцениваю это очень положительно она молодец вероника степанова какие-то безумные сапоги друзья у меня астма началась буквально два года назад так что вы это не думаете это у меня на фоне аллергии с котом кот стал очень шерстяной у него шерсть теперь везде по всей по всему дому находится я от этого очень сильно задыхаюсь бывает друзья не могу показывать кота он вообще не имеет права находиться в моей комнате так что нельзя нельзя его трогать да но я подчеркну что не ну я бы об этой истории на вести вероники и степана вообще бы не рассказывал на самом деле вот просто здесь не то чтобы ошибка здесь просто какая-то вообще дичь невероятная деньги они быстро заканчиваются так говорят про свои деньги в данном случае заканчивались чужие деньги деньги ну и чё и твоего клиента и чё которые блять что помимо то что против платил тебе за псих помощь он тратил с какого-то хуя блять на тебя ёпать еще дополнительно деньги хочет и тратит молодец молодец клиент молодец вероника вероника топ потому что это не мой кот на самом деле вероника поступила правильно на мой взгляд она молодец так и надо поступать лохами а васил неправ васил абсолютно неправ со своими христианскими ценностями с навязанием вот этих вот всяких догматических неприятных вещей другим оскорблений там не знаю своих эротических фантазий с отсосами все это ну это пошло это низко это неправильно на мой взгляд а вероника степанова молодец за это я ее люблю даже моя девушка все-таки короче говоря а понимаете да то есть я его заставила гульнуть что называется по полной нет вероника когда ты заставляешь человека покупать себе подарки от не называется ты его заставила гульнуть называется охуенно гульнуть он мне купил блять сапоги горнолыжную экипировку пиздец гульнул блять гульнул ты гульнул но на себе наверно купил сапоги горнолыжную экипировку все нормально хотел показать что жизнь может другой и вдруг какой-то момент у него стали заканчиваться деньги внезапно как же так смысле если все так начнут а кто тогда что-то александр пойти в чем проблема жорик просто дурак как бы вот все у людей буду заканчиваться деньги александр садыков и все и все как бы здесь никакой разницы нет ёб твою мать у него стали заканчиваться день а что а что если так все начнут а что что да ничего не будет ничего не случится все будет нормально конца света не наступит отлично действительно почему же васил успокойся все моя девушка супер на говорит ты говоришь все неверно все понятно я не понимаю никогда такого не было чтобы блять человек не с хуя стал тратить свою зарплату на рандомную бабу да 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 который не его женщина не его жена она моя женщина потому что не его блять любовница не его дочь именно она моя жена и любовь его мама стал ей блять покупать горнолыжную экипировку и дорогие сапогиня вдруг стали заканчиваться деньги никогда такого не было не началась как бы стиль какой-то момент он закатил мне истерику и он не говорит это не истерика это он блять просто осознал в какой-то момент что да это будет она амата это цитата из какого евангелия не знаю там отдельно есть еще в общем-то 3 евангелия евангелие от васила евангелие от вагана и евангелие от медоеда может оттуда слушай сейчас пишется в общем то еще одно апокалипсис апокалипсиса от женьки травоеда вот как бывает он не просто по одну во первых он как блять во первых он понял в какой-то момент причем она рассказывает о том как он понял пародируя блять его а во вторых ну ёптать она же с позиции эксперта говорила наша с позиции человека который знает как надо говорила она знает как надо все молодец это было просто тип котика погладь лучше васил котика погладь заплатите ему 50 рублей пусть пойдет хоть котика погладит потому что но чё это несерьезная критика васил несерьезно это как твой кот и собака они тоже содержанки и без секса получается хотя хотя я ничему сейчас не удивлюсь счет что такого не могло случиться в общем-то в жизни православного русского христианина доктор что говорит поэтому делаешь особенно если не особо прошаренный человек пользуешь прямо до слез он там плакать начал машине а я говорю жорик да дружище а ты меня не используешь ты же не выбрал такую задротку как и ты прыща вы копаться с ней на трамвайчик на право нет он тебя не использует жесть он он блять тебе деньги платит чё это за хуйня нет он тебя он тебя не использовал он тебе платил деньги он тебе платил деньги за твою работу прямую и он тебе сверху еще в каком-то хуй одел дорогущие подарки это не называется использовать правда ты выбрал красивую женщину да очень умного психолога действительно ездит не на машине а на ее машине и тем более вида же ну взял бы себе подобную веселились бы с ней охуенно блять все верно говоришь женщине а блять ну или говоришь человеку я спустил на тебя дохуя денег то что ты пудришь мне мозги а ты же мог выбрать страшную блять да мог сейчас на ки змеи нахуй берутся ёб твою мать слышь бык ты как отзываешься вообще какие змеи вероника степанова прекрасная онлайн понимаешь змеи змеи в штанах берутся надоел как ты вообще смеешь обращаться к веронике степановой так надо обращаться к ней по имени отчества не законе имя общества правда вот только так можно замечательно ты же тоже меня используешь использовать в чем в том что ты его на машине везла до водителя надо оплачивать я не понимаю в чем он блять в чем его использование в том что ты психолог блять он тебе деньги платил за то что ты психолог блять в том что ты его на машине подвозила это ты знаешь использование да это она называет использование съел съел только что то что тебе там кажется никому больше не кажется друзья поставьте плюс в чат кому так не кажется все бензин они окупились ёбаная ты мразь ты как обзываешься на женщину васил это вас храме учат так делать храме так как мерзко православные люди могут пасть ставьте плюс гады чем происходит какие нахер минусы куча ради к степанова молодец ставьте ставим плюс ставим плюс внушила его что мы друг друга использовать то есть она просто блять высосала из чувака дохуя денег ночью и прикрываясь позиции эксперта и врача фактически ученый ученый она нам наученных нас развивать сел всем на строительных даже ученым на строительных мнение ну то есть ну блин ну дочь еще за черня даже ученый да всем плевать на ученых вообще всем всем плевать. Особенно Вероники Степановой, она антисоентистка. Человека с дипломом, которому ты приходишь получить помощь, оно по-другому воспринимается. Особенно у не очень умных людей. Если бы это была просто девочка, которая с ним на улице познакомилась... Подзаработала, вот, оговаривается. Ужас, отвратительно. И начала бы его на бабки разводить тогда, да. Тогда можно было сказать, что он, ну, типа, доверчивый сам, Венат. Но еще раз, это человек, у которого есть экспертная... Смысл спорить с моральной позицией? Потому что я защищаю свою девушку Веронику Степанову, ребят. Поэтому я спорю с моральной позицией. Нельзя. Это не морально уничтожать чужую девушку вообще, вот, как бы, неприлично. Неприлично. Вот, позиция. Позиция эксперта, да. Типа, как бы, с которой он может человеку свое мнение, ну, фактически навязывать, да. Особенно в психологии, где, как бы, хуй пойми, там. Вот. Ну, да. Да, да. Неодобряем. Она ничего не говорила про неделовые отношения. У этой психотерапии. Я хочу просто, чтобы вы понимали, я очень экстремальный психотерапевт. То есть... Вот. Вот. Пошел, пошел тейк, понимаете. Она экстремальный психотерапевт, как я и говорил раньше. Она пытается с помощью шоковой терапии излечить своих клиентов, и это выходит довольно-таки неплохо. Она молодец. И многих она вылечила, понимаете. Это же Вероника Степанова, известный, известный человек в интернете. Ну, не просто же так люди известными в интернете становятся, правда? Правда ведь? Спасибо, Горела. Получается, по двойной очереди закидываем. Да, ты пиздец экстремальный человек, экстремальный психотерапевт и заставила клиента себе покупать, блядь, шмотки и делать дорогие подарки и водить по ресторану. На сходке с Храбровым Васил какой-то девушкой-бомжихой обнимался. Ну, понимаете, потому что у Васила девушки-бомжихи, а у меня Вероника Степанова. Вот. Вот какой уровень. Разница, видите? Рост какой. А, там два... Что? Бля, я уже видео пропускаю, ребят, сорян. Как это? Как я это делаю? Какой же я отвратимый. Друзья, спасибо, что обращайте внимание, потому что я уже что-то не очень, это, внимательно веду себя. Я плох. Ты охуеть какой экстремалый, ёптать, пиздец. Как с парашютом прыгнуть? Ты, Васил, просто ничего не понимаешь в психологических методиках, потому что ты не психолог. Давайте честно признаем, ты ничего не понимаешь в психологии. Вот это всё. ...психолог, и в моей практике, в принципе, по сей день присутствуют вот такие на грани лезвия, да, вещи. Я могу непредсказуемо, что... На грани лезвия вещи, на грани статьи за мошенничество, ты это имеешь в виду? На грани уголовного дела, блядь? Мне нравится, что она психолог-анальник, как бы. Что-то очень сказать такое странное. Я могу дать какое-то совершенно жуткое домашнее задание, абсолютно. Оно, оно не жуткое, блядь. Оно, оно, оно не жуткое. Это домашнее задание. В нём нет ещё, как бы, жуткого самого по себе. Это просто, ну, наебал... Просто развод на деньги. Нет. У неё не было тоже, знаете? Развода на деньги не бывает. Это иллюзия. Я могу, в общем-то... Я отменяю все разводы на деньги. Такое, что-то из ряда вон выходящее. Так вот, значит, история дальше про Жорика продолжается. Что произошло? Поскольку я ему эти карточки все спотрошила, денег там не осталось, единственное, что мы успели уже под конец, это купить ему квартиру. Всё, купили ему квартиру. Пошли, купили ему квартиру, потому что он даже не хотел себе квартиру покупать. Мы ему купили квартиру, я ему помогала купить квартиру. Вот. Смотрите, всё хорошо, по-моему. По-моему, Вероника Степанова поступила максимально морально. Вероника Степанова молодец, она вышла сухой из воды и она справилась. Привела его в надежную фирму, там, т-т-т. Ну вот уже на мебель в эту квартиру, денег не было. Окей, помогла купить квартиру. Тут, допустим, нет претензий. Всё, то есть я ему их все потратила. Претензии у него нет. У тебя вообще не должно быть претензий к ней. Я ему их все потратила. Да и Жорик умер, блядь. Это была моя ошибка. Надо было не все деньги. Надо было на еду ему немножко оставить. Ха-ха-ха, как смешно, да. Какой же ты шутник. Нет, если мне сразу стало скучно, с ним, да? Как бы дойти его, больше было не на что. И... Ну зачем ты это говоришь? Можно же просто сдержаться, как бы. Можно не проговаривать некоторые вещи. Блин. Зачем? Зачем? Ты, блин, я стараюсь, Вероника, чтобы все было хорошо. Чтобы тебя не закопали заживо. Ты не можешь не сказать какую-то херню. Какую-то фантастическую херню, чтобы вот прямо вот... Ёп твою мать. Она в открытую говорит, что она его доила. Психотерап... Я обращаю ваше внимание. Все хорошо. Все отлично. Все шикарно просто. Так и должны вести себя все женщины. И психотерапевты. Психотерапевт в открытую говорит, что он доил своего клиента на деньги. Психотерапевт просто. Все нормально. Все нормально, Васил. Ты просто ничего не понимаешь. Психотерапия. Я его забросила, забросила, стал заниматься другими делами. Все психотерапевты так делают. Суть психотерапии в том-то и заключается, чтобы доить людей на деньги. Ты что, не знал об этом? Может быть, ты в сказочном мире живешь, где психотерапевты не доят людей на деньги? Может быть, ты живешь в мире психотерапевтов-христиан, в сказочном манемерке, где ни один психотерапевт ни в коем случае никого не доит на деньги, может быть? Нет. Такого мира нет, к сожалению. Поэтому, Васил, ты не прав. Просто Вероника Степанова, как настоящий профессионал, признается, что ее основная деятельность это доить людей на деньги. Все? Все отлично. Это и есть ее специализация. Психотерапевт, там, и под специализация. Мастер Дойки. Мастер Дойки. Мастер Дойки. Мастер Дойки.com Какой ты молодец, блядь. Категория женщины за 40 просто. Какая ты охуенная женщина. Ебаный, ебаный, ебаный в рот просто. Не ругайся матом перед моей девушкой. И потом что-то я про него вспомнила. Думаю, надо Жорика навестить. И, ну, пошло уже много лет. Думаю, я его не слышала. Куда три, что ли, четыре. Я ему говорю, ты знаешь, я вот, я ему посмотрела, я говорю, как твои дела, что ты работаешь или что. Он говорит, да нет, я не работаю. И я приезжаю в ту квартиру, которую мы с ним купили ему. И он, захожу в эту квартиру. Там летают мухи. Охуенно хороший результат. Хейт-хейт. Вот ванища. Кто смотрел фильм «Авиатор», помните, вот он впал в такую депрессию. Вот этот главный герой, да, Леонард Ди Капри. Охуенно хороший конец. Хейт-хейт. Вот у него банки с мочой стояли, там ногти отросли, бода такая. Вот ровно такая же история. То есть спустя три года я поняла, что за эти три года он не вышел из дома. У него выросла такая борода. Вот такие лохмы. Он лежал на засранном, засранном каком-то одеяльце на полу. И просто там вот у него был один компьютер. И стримил, блядь. Извините. Он жил три года в этом компьютере. Мне кажется, у Васила это личная история. Может быть, с ним кто-то точно так же поступил. Просто когда-то давно. Как вариант. Вполне возможно, что кто-то поступил с ним точно так же. Поэтому у него рессентимент к дойкам. Килограмм три ящика там этих дошираков своих заливал холодной водой. Или он как-то грызг, я не знаю. Короче говоря, у него был вот такой черный унитаз весь какой-то. Черный унитаз. У него были черные раковины. То есть это был ужас просто. А как за три года можно умудриться засрать таким образом унитаз? Может и просто черный унитаз? Психотерапия работает. Блин, ну с Василом может быть у нас будет в общем теперь драка. Эфир с дракой за сердце Вероники Степановой только если. Я не знаю, что делать после того, что мы увидели. Эффект от моей веселой психотерапии. Значит, что сейчас происходит с ним? Я знаю его сегодняшнюю жизнь. Что, как у него сейчас все складывается, я вам скажу. Он живет обычно, он опять сбил эту бороду, купил там какую-то мебель. Значит, что-то он там, наверное, помыл или нет. Я уже не знаю дальше. Это будет в какой-то компании иностранной. В общем, все нормально. Короче, он стал жить так же, как и жил до нашей с ним психотерапии. И тут, конечно, совершенно очевидно, что психотерапевт превышал свои полномочия. И это ошибка. То есть, в принципе, это была такая моя ошибка в молодости. Я тогда была 20-летней. Эээ, погнали. Странно, что ты об этом сейчас так рассказываешь. Игра мне осталось доделать полностью ежи. Осталось доделать последнюю арку с... В оперной войной и править баланс. И все, получается. Правлю баланс, там, способности какие-то делаю. И все. Будет круто. Сказывал. Вот она... Окей, она все-таки это сказала. Она сказала, что это была ошибка. Сейчас, правда, еще интересно, как она сформулирует, в чем, собственно, ошибка состояла. Странно, что, когда она все это рассказывала, вообще не чувствовала, что ей хоть сколько-нибудь стыд. То есть, она, по сути, сломала просто человеку жизнь. В смысле сломала человеку жизнь? Все нормально. Ну, просто сломала человеку жизнь и выкачала из нее попутно кучу денег. Василл не прав. И пока она все это говорила, там ни разу не было видно, чтобы ей было за это стыдно. И что? И что? Что за моральные вообще позиции какие-то? Отстой. Осуждаем мораль, этику. Но это был такой интересный опыт в моей биографии. Вероятно, вероятно, я бы так не поступил. Слушай, Вероника, а как ты считаешь, а для Жорика это был интересный опыт в его биографии? Да, по-моему, интересный. Да, это был такой вот именно интересный пациент Жора. Так, может быть, я и назову свое видео «Случай с Жорой». Это не случай с Жорой, это случай, блядь, с тобой. С Жорой случилось, блядь, ты. С Жорой случилась охуевшая пизда, которая прикрываясь... Эй, 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 ты чё? Как ты вообще к моей женщине обращаешься? Слышь, ты, я усы тебе вот так вот раскручу и вырву после такого, понял? Чё за херня, Васил? Как бы, как бы, ну, ты понимаешь. ...сехотерапевта, выкачала из него кучу денег, возможно, влюбила его в себя. Ведь чё, всё нормально. ...на отношения. Так все женщины должны поступать, это типичное женское поведение, Васил. Ты, может быть, не разбираешься в этом, но... Всё-таки понятно, стример, не знаю, с маргиналом ты сел. Всё отлично, ну, понятно здесь, понятно, понятно. Ну, то есть, понятно, что, наверное, с половой жизнью проблемы могут быть, но мы, конечно же, не одобряем такое непонимание по отношению к женской натуре. Человек, как будто, впервые женщину увидел, и его негодует. ...кожа что-то. Выкачала из неё все деньги и оставила его ни с чем. Да, в результате он пришёл вот в такое состояние. Это... Пляски уже были, Старукин, как бы, вы всё пропустили. Не, случай с Жорой, это у Жоры случай, блядь, с тобой. Это Жора должен писать видео про то, какие ёбаные... Ёбаные бляди встречаются на этой земле. Так, а ещё какая-то... Чё за херня, Васил? Чё ты себе позволяешь? В дальнейшем, может быть, это будет целая... Чё этот... Чё этот, в общем, православный себе позволяет вообще, я не понимаю. Где смирение? Почему ты не можешь смириться с ситуацией? Ты должен просто, это, смириться, кивнуть головой и сказать... Аминь, как бы, и всё. Христианское поведение, смирись. Ты не других должен менять, себя должен менять, Васил. Себя, себя, с себя начинаются изменения в христианстве. ...каких-то таких других историй, про каких-то других людей, потому что у меня побочный эффект был не только у Жора, но... Охуенно, побочный... Сломала человеку жизнь, побочный эффект. Просто, просто пиздец. Хочу сказать в свою защиту. В его жизни зато был праздник, да? Она права, всё хорошо. Всё отлично, по-моему. Просто пи... Знаешь, Вероника, если человеку дать шприц героином... Ой, блин... И научить его, его юзать, то в его жизни, то... Я не одобряю наркотики, но в его жизни тоже будет праздник. Можно человека посадить на героин, блядь. Или человека сделать алкашом, и у него тоже в жизни будет праздник. Может быть, я чё-то не понимаю психотерапии, но, по-моему, работа психотерапии... И вот, а сообщения иногда просто не появляются, добывают. Это не в том, чтобы людям давать героин, подсаживать их на наркотики и делать из людей алкашей, ради того, чтобы у них в жизни был праздник. По-моему, человек, который это делает, он... Она профессионал. Она что хочет, то и делает. Просто, Васил, понимаешь? Она понимает, что делает, а ты нет. Ну, не может называться врачом, не может называться человеком, который людям помогает. И, по-моему, психотерапевт должен как-то смотреть вперёд, да, немножко... Смотреть вперёд в том плане, что... Ну, хорошо, а что будет после этого праздника? Вот, Жора, если это действительно... Ну, со всеми оговорками, да, что если это действительно реальная история, если Вероника не тролли, да, если она... Что... Я допускаю, что это так, да, что никакого Жора не было. Но если это действительно так, то ты, человек, просто сломала жизнь. И говорить, что... Говорить, что это... Ну, сломала и сломала, как бы, знаете. Правда, тем, что у неё в жизни был праздник, но это просто... Ну, это расписывается в том, что ты непригодна, да. Ты расписываешься в своей профнепригодности как психотерапевт, как человек, который, ну, просто тебя не способна на коммуникацию с людьми. Ты не то, что... Ну, как бы, ты... Не то, что ты не врач, да, ты просто, ну, не понимаешь, как... Как с людьми на... Всё понимает Вероника. Взаимодействовать. Всё знает. В смысле, сломала жизнь, он же жив всё ещё, как бы. Ну, сейчас он задротом стал. Ну, у него что-то зато было, да, вот он погулял. Всё, клёво, мы за. Ну, погулял и погулял. Если ты сделал бы ему инъекцию героина, у неё тоже в жизни бы что-то было. Тоже можно сказать, он бы погулял. Он так хорошо погулял. Ну, аналогия не аргумент, тем более аналогия к всяким наркотикам. Мы не одобряем употребление наркотиков, кстати. Ни в коем случае. Казино с ним пошли, да? Голубо говоря. Ну, практически в казино. Результат одинаковый. Человек разорился из этих. Человек потратил кучу денег на хуйню и разорился. Знаешь, Васил, кто тратит кучу денег на хуйню? Кто заказывает у тебя показать кота и собаку? Вот люди реально тратят деньги на хуйню. Наёбануть по-магистрски. Если кто-то вообще заплатил, они потратили деньги на хуйню, Васил. Вот, например. Ты занимаешься, может быть, не тем же самым, чем Вероника Степанова. Может быть, понимаешь, люди берут, кинут тебе наёбнуть по-магистрски последний вот раз, последние в своей жизни, последние 2500 в своей жизни тратят на это, беднеют. А ты рад, ты счастлив. Не тем же самым ты занимаешься, что и Вероника Степанова. Может быть, ты ещё и наркотики продаёшь, рекламируешь сейчас? А? 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 В казино люди тоже ходят, чтобы погулять, если что. Да, ну, это тоже способ погулять. Вопрос о том, какие у этого всего последствия. Он мою девушку опускает, я вообще не понимаю, за что. Здесь нет ни одной причины, по которой следовало бы её как-то принижать. Вероника Степанова молодец. Я её иногда называю Степашка, кстати. Знаете, почему? Знаете, Степашка, ну, это, помните, куклы, которые на руку надеваются, да, вот эти вот, и вот так говорят. Поэтому я называю Степашка, в общем, да. Чё там? Чё не началось? А какой способ выяснения отношений между женщиной и мужчиной? Я пропустил, видимо. Ну, это так, немножко себя защищать. Короче, поняли, да, вот такая была история с Журой. Так, поэтому психотерапевт, я довольно-таки опасный, имейте это в виду. Ну, типа, после этой истории, ну, человек просто не должен обращаться к такому психотерапевту. То есть, это на самом деле, ну, вот эта провокация, да, как вы говорите, ну, на самом деле, это как антиреклама должна работать. Да, вот, можно человека убедить, что спид не существует, что... В смысле «бы», почему вы пишете Старухин там «бы» приставку? Надел на свою руку, вот так это говорит. Ебаться без гандона можно направо и налево, и... Здорово, Шадов, как тебе философия Хайдегера? Да вполне прилично, скажу так. У меня диссертация, в общем-то, кандидатская, написана по теме спонтанность и стихийность как свойства воображения. Так вот, спонтанность воображения, это у Хайдегера взята вообще-то. Ну, то есть, вот эта вот часть моей диссертации. То есть, мне приходилось читать некоторые не очень часто попадающиеся тексты Хайдегера в целом. Ну, не то чтобы мой любимый философ, но из-за академической деятельности пришлось с ним столкнуться, ну, очень тесно. В некоторых аспектах прям очень тесно, по некоторым, в общем-то, категориям. Это тоже будет для него в какой-то степени, ну, праздник, он тоже гульнёр. Очень своеобразный, поэтому сто раз подумайте, прежде чем прийти ко мне на консультацию по скайпу, дорогие мои. Всё, я вас целую. Да тебе просто надо тебя как бы найти, тебе прописать, блядь. Эээ, эээ, Васил, ёбачу. Вот ты мудак, это нельзя такие вещи говорить в адрес женщины, тем более, если вы православный человек. Как бы, блядь, лучше, чем записаться тебе на консультацию, а на сайте в пизду просто. Лучше на храм. Просто, блядь, иностранец. Я понимаю. Обязательно подписывайтесь на мой ютуб-канал, подписывайтесь на мой... Хайдегер, христианский философ, вопрос нет. Он критик христианства, и он критик науки в том числе. У Хайдегера интересные позиции. Страничку в инстаграме, потому что я там выкладываю много интересных историй. И, конечно же, несмотря на мою страшную историю, я всё-таки в самых смелых жду на свою консультацию по скайпу. Так. Так, не одобряем Васила.